Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии И сегодня в нашей студии директор Института инновационных биомедицинских технологий Дмитрий Бабарыкин. Здравствуйте, доброе утро. И, наверное, начнем с еды, ведь еда является источником жизни, является, может быть, даже показателем уровня жизни, потому что чем более она разнообразная и качественная, тем мы понимаем, что это более высокий уровень жизни. Насколько Ваш институт сейчас уделяет внимание еде и насколько Вы считаете, что наше общество понимает роль еды и здоровой еды в улучшении качества своей жизни? Да, о роли еды Вы правильно сказали. Более того, я бы хотел отметить, что роль продуктов питания в поддержании жизни человека, обеспечении качества жизни получает все больше и больше значения. Обычно еду мы связываем с тем, что это источник энергии, питательных веществ. Мы едим, растем, занимаемся своей работой. Но особенно в последние десятилетия выходит на первый план еда как источник здоровья и то факт, что еда все-таки влияет на здоровье. В принципе, вот среди этих моих вроде незначимых слов я высказал крамольную мысль. Ведь по законам Евросоюза нельзя еде приписывать какие-то лечебные свойства. То есть мы нарушаем закон, да? Ни на одной упаковке продуктов питания нельзя написать, ну, например, информацию, которая подтверждена десятками и сотнями научных исследований. Нельзя. Написать можно только то, что отмечено в определенной базе данных. Но это поступает в противоречие со здоровьем смыслом и нашей практикой. И кроме того, в общем-то, китайская народная медицина появилась задолго до того, когда начала развиваться европейская медицина. И поэтому, если в Китае считается, что еда не только кормит, но и лечит, в Европе, если сказать кратко, еда только кормит. Но ведь есть обратный эффект. Еда может наносить урон здоровью неправильно. Несомненно. Поэтому, когда мы говорим о здоровье, мы говорим, оно или есть, или нет, оно хорошее или плохое, и куда все это движется. Вот отсюда, развивая наш с вами разговор, как раз мы можем опять упомянуть, я бы сказал, эти несчастные биологически активные пищевые добавки, которые ругают с утра до вечера, ругают чиновники, часто совершенно безграмотно и безосновательно. А пищевые добавки – это всего лишь добавка к еде, которая позволяет повысить, ну так скажем, качество еды и получить какие-то дополнительные эффекты. Разумеется, есть всякие глупые вещи, и в интернете много распространено и так дальше. То есть вот этот бизнес, связанный с едой, но направленный на здоровый образ жизни и так дальше, он связан с едой. Конечно, здесь идет игра и битва между фармацией и пищевой промышленностью. Боже мой, но ведь мы все знаем, насколько изменились, например, даже, по-моему, сидения на американских стадионах. Раньше был один стандарт, сейчас он увеличен, потому что люди становятся более тучными, они не помещаются на те самые сидения, которые еще в 30-х годах прошлого века совершенно спокойно сидели люди. Да, это проблема глобальная, хотя есть и другая проблема, как накормить голодных, то есть как заставить похудеть полных, как накормить голодных. Проблема, ну, по большому счету, она не требует каких-то очень высоких технологий и знаний. Просто мы должны вспомнить, кто мы, и слишком много едим. Но в основе этого лежит инстинкт сохранения жизни, ну, через еду. Мы едим много, потому что завтра еда может кончиться. И то, что наши в глубине нашей души, скажем так, те инстинкты, которые, инстинкт размножения, они все направлены на то, чтобы есть и есть. Бороться с этим очень трудно. Но хватит еды вообще? Ведь говорят о том, что скоро мы будем вынуждены есть насекомых, потому что придется как-то перестраивать вообще всю систему сельского хозяйства, потому что еды не будет хватать на всех. Вы знаете, я не так трагично настроен, хотя да, я, кстати, я упомяну, что могу сообщить вам, что в Латвии идет быстро, бурно организация первой фермы по выращиванию насекомых. Причем насекомые будут использоваться в пищу. В Литве уже около ста таких ферм выращивают сверчков и всякое прочее. Здесь есть два момента. Во-первых, предприниматели, которые озабочены тем, как бы заработать деньги совершенно новыми способами. Это же модно. Да, это модно. А ты ел, например, в Бельгии продаются пирожки, там, начиненные мукой из этих сверчков. Ел ли ты этих сверчков? Ну, грубо говоря, это, как говорят, рады понтов или что-то такое. Но здесь может быть и рациональное зерно, если в этих сверчках будут найдены какие-то комбинации питательных веществ, которые, скажем, обеспечат профилактику болезни Альцгеймера, мы все будем есть этих сверчков. Но пока это идет на корм животным и так дальше, то есть технология развивается, ищут новые-новые формы еды. Но сказать, что мы умрем от голода, не знаю, скорее всего, будет меняться наш рацион. Но неспроста повальная мода на вегетарианство. Это безумие. Безумие? То есть это вы считаете... Безумие в плане масштаба. Самое главное, что меня смущает во всей этой истории, это дети-вегетарианцы. То есть ситуация достаточно сложная. С одной стороны, если вегетарианство основано на философских воззрениях, там вроде какое-то объяснение имеется. Хотя мы должны помнить, человек – всеядное существо. Вообще в мире нет полностью, вообще вегетарианцев-животных даже. Мы можем, значит, жвачные животные, которые едят только траву, и никакие... Они живут только благодаря растительному белку. Нет. В их пищеварительном тракте имеется огромная фабрика, где бактерии перерабатывают все эти компоненты растений в белок, но уже не растительные. Они получают бактериальный белок, и то есть это не вегетарианцы. Другая крайность, так же, как нет чистых мясоедов, хищные животные, те же львы, которых так часто показывают в «Дискавери», по телевизору, когда они охотятся. Вот вам вопрос. Что, какую часть антилопы будут, в первую очередь, есть львы, когда они убили эту антилопу? Мяско. Какую часть? Какую часть, ну вот, филийную, наверное. Нет, вы глубоко ошибаетесь. Нет, они выедают сначала содержимое брюшной полости. Их интересует кишечник, наполненный содержимым. Они не выплёвывают то, что было в кишечнике, потому что в кишечнике находятся растения, опять бактериальный белок, витамины и так дальше. То есть всё относительно, да, абсолютных крайностей нет. Если говорить опять о вегетарианстве, с одной стороны, жмут промышленники, традиции. В прошлом году были опубликованы официальные позиции общества педиатров Соединённых Штатов и Германии. Написано так. Значит, к вегетарианству для детей нужно относиться очень осторожно, вот в период роста и так дальше. Побоялись написать нельзя, это, ну... Нелояльно. Да. Поэтому написали уклончиво. Но дети, которые растут, и лишать их, ну, животной пищи, я думаю, что это не совсем разумно. Но тут нужно быть осторожным. Так вот, вегетарианство – это одно из проявлений поисков чего-то. Жизнь толкает, что, ну, будем есть больше растений. Хотя овощи мы всё равно, мы по полкилограмма в день не съедаем обычные овощи, а их нужно. А вот если мы говорим о том, что такой вот кризис в плане питания, то почему мы занимаемся выращиванием сверчков, а не придумываем синтетическую пищу, вот как космонавтам? Видите... Модицины же и технологии тоже шагают вперёд. Я хочу сказать, что синтетическая пища будет дороже, чем сверчки. Это первое. Второе. Вот если бы была возможность, вы были предпринимателем, и кому-то предлагали синтетическую котлетку, то с точки зрения бизнеса, а это двигает в первую очередь всё это дело, сверчки пойдут быстрее, чем чисто синтетическая котлета. С другой стороны, природа настолько разнообразна, что любой сверчок, любой червяк будет содержать более полный набор веществ, которые нужны нам, чем синтетический продукт. Мы не можем всё предусмотреть, поэтому обязательно появится какой-то изъян. Говорили как раз о том, что вегетарианцы очень часто, скажем, отыгрываются на детях, дети тоже становятся вегетарианцами. Какие самые главные риски, помимо того, что они не получают, например, животный белок, как это может повлиять на здоровье? Понимаете, есть много биологически активных веществ, которых в растениях просто нет. В принципе, Бог не заложил в растении ни витамин В12, ни витамин В6, ни витамин Д. Ну, с учётом того, что витамину Д отдана вся моя жизнь, это для меня интересная тема, задаёт вопрос, а как быть, а как индусы, например, живут и так дальше. Ну, природа предусмотрена и тут определённый защитный механизм. Ведь, значит, витамин Д, если мы не получаем в виде продуктов, там, рыбы и всякое прочее, витамин Д синтезируется в коже. Но, с другой стороны, люди, которые живут на юге, в Юго-Восточной Азии, где много солнца, они не страдают от дефицита витамина Д, будучи стопроцентными вегетарианцами. Но те же индусы, которые эмигрировали в Англию, рахит, например, среди них у детей, это очень распространённое явление, и остеопороз, например, у людей второй половины жизни. То есть, то, к чему мы приспособлены, например, в Юго-Восточной Азии, и когда мы не можем приспособиться. Поэтому вегетарианство устроено довольно хитрым образом. Мы едим морковные котлеты, я за, я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо. Но к этому нужно понимать, добавить что-то. Поэтому вот те продукты, которые мы сейчас создаём, они направлены на покрытие возможного дефицита вот этих веществ. То есть, у нас в институте нет ни одного пищевого технолога, в основном врачи, химики, фармацевты, биологи. Мы создаём такие комбинации, которые в концентрированном виде содержат то, что не хватает вегетарианцам. Поэтому да, расти ребёнка, кормить там чисто растениями, но давай что-то ещё с точки зрения, ну, разума, иначе не может млекопитающее развиваться без нехватки там всяких веществ. По поводу витамина Д хочется у вас заодно проверить один миф. Я буквально недавно прочитала о том, что витамин Д не усваивается кожей человека, если он, солнечные лучи не попадают и на сетчатку глаза. То есть, если очки с хорошим В-фильтром, то витамин Д не усваивается. Так ли это, или это уже какие-то… Это мифы, этих мифов можно было рассказывать очень много, но если вообще, раз уж мы дошли до этой темы, она стала невероятно популярной благодаря работе некоторых фармацевтических фирм, витамин Д или мы получаем с едой, или образуется в коже. Но есть один нюанс. Значит, витамин Д сам по себе, и тот, который мы покупаем в аптеке или потребляем с рыбейшим, он не активен, он не даёт никаких эффектов. То есть, то, что мы даём детям, вегантол, или как он называется? Вегантол и все эти препараты. Сначала витамин Д должен попасть в печень, где происходит первый этап активации его. Дальше это вещество должно попасть в почки. Именно в почках происходит конечная активация витамина Д, и образуется гормональная форма витамина Д. Почему я говорю? Давно уже было известно, что при циррозе печени у тяжёлых алкоголиков бывает спонтанный перелом костей. Непонятно почему. Если печень поражена, она выключается из активации витамина Д, соответственно, витамин Д не работает. То же самое происходит при почечной недостаточности. Больные, которые лечатся гемодиализом, почек реально нет, они характеризуются тяжелейшим поражением скелета. Поэтому вот эта вся, но поскольку эта цепочка сложна, очень многие факторы, которые влияют на вот это превращение витамина Д. То есть сетчатка глаз здесь ни при чём. То есть ещё раз, кожа это одно, но с пищей и в наших широтах его принимать нужно. Хотя диагностика, я не буду углубляться в эту тему, те методы, которым определяется обеспеченность витамина Д в организме человека. Ну там есть о чём поговорить, но в эти трюки влезать не будем. Но то, что витамин Д — это не только кости, витамин Д — это защита от онкологии, это, например, некоторыми формами витамина Д лечит псориаз, лечит рак крови, там целая-целая история. Ну ладно, витамин Д такой. У вас это любимая тема. Скажите, вот мода на всевозможные диеты. Ведь у меня постоянно появляются какие-то вот люди, которые говорят, всё, мы открыли, вот это как раз то, что нужно. Насколько вот увлечение, стоит ли доверять такой информации, когда, ну вот кто-то, какой-то новый гуру появляется и говорит, вот всё, лечение мёдом, едим только мёд, например, всё с вами будет прекрасно. Я бы провёл абсолютно параллель с модой надежды. Никаких, за этими диетами абсолютно ничего не стоит. То есть это, я бы сказал так, это интерес промышленности, интерес бизнеса, ну, отдельных там докторов и так дальше. Главное в еде разнообразие. Есть всё, что летает, шевелится, растёт, и вы получите абсолютно всё. Вот эти варианты, ну, посмотрите, на нашем веку, то сливочное масло было, ну, вы не помните, во времена моей молодости дефицита, сливочное масло это источник холестерина, вредно, едим маргарин. Потом у маргарина открылись новые проблемы, не те жары и так дальше. Теперь мы снова читаем, что сливочное масло полезно. Кофе. Лет 15 назад, 20 – это плохо. Теперь мы читаем о том, что кофе является гепатопротектором, защищает печень 3 чашки в день и не будет цирроза и рака печени. Поэтому… Это правда? Как, ну, есть научные публикации о том, что кофе работает как гепатопротектор. Даже для гипертоников, ну, чашку кофе выпить можно, я думаю, что здесь ничего страшного нет. Мы в любом продукте найдём плюсы и минусы. Это зависит от дозировки, контекста и всякого прочего. И самая лучшая диета – это диета, которую прописала когда-то, если я не ошибаюсь, Майя Плесецкая, да? Не жрать. Но остальное… Да, не сомневно. Никакие диеты не работают, нужна умеренность. Ну, Майя Плесецкая была железной леди. Надо иметь железную волю, чтобы не есть. Как недавно Лев Лещенко в каком-то юбилейном интервью, он сказал, что для него это очень тяжело, то есть вечером не пойти к холодильнику и не наесться на ночь колбасы, отвезти душу. Да, это зависимость от еды, она сильнейшая. Это, ну, сродни наркотиков. Ну, тот, кто может себя держать в руках, ну, да, они выиграют. Вот это единственный путь. А диета – это… У меня вопрос вот по поводу питания детей в школе. Мы все помним, что недавно еще, ну, как раз была борьба с лимонадами, с чипсами в школьных столовых. Это изгнали. Вот насколько здесь все в порядке? Что, ну, например, тогда предложили как замену этому сухофрукты. Вот как вы относитесь к таким, ну, к шатаниям и изменениям в питании детей? Вы упомянули чипсы. Это прекрасный продукт, по большому счету. Какая прекрасная новость сегодня с утра. Там только одна проблема. Он, его чипсы нельзя назвать, ну, полноценным с точки зрения пищевой ценности. Обычные чипсы содержат углеводы, жиры, очень мало белка. Но попытки бороться с чипсами ни к чему не привели. Во Франции, в Дании заставляли платить огромный НДС. Что только не делали, но ничего. А почему? Дело в том, что чипсы содержат вот этот глютамин, этот вкус юмами, который вызывает сильнейшее привыкание. Если маленькому ребенку вы хоть один раз его отвели в Макдональд или дали чипсы, все, вы его потеряли. Как объект для здорового питания, он всегда будет стремиться вот это все съесть. Поэтому с чипсами бороться не надо. Будь я директором, кстати, мы-то разработали совершенно новый вид чипсов, который является полезным для человека, но нет производителя, который во все это влезет и захочет этим заниматься. Зачем мне заморачиваться, когда буду варить чипсы в масле и торговать дальше? Поэтому это то, что касается школьных буфетов. В свое время было бы убрали булки, лимонады из школьных буфетов под благовидным предлогом бороться за здоровье детей. Все было бы хорошо, но если бы чем-то заполнили эти буфеты, не появились напитки вкусные и интересные, которые были бы интересны детям, но без сахара, не появились вот какие-то новые виды выпечки и так дальше. Рекомендации есть сухофрукты, они вообще это очень неправильно. Сухофрукты нельзя никак отнести к здоровому питанию. Их нужно есть очень редко и желательно поменьше. Те, кто знает, как производят сухофрукты, они поймут, о чем идет речь. Поэтому в школьных буфетах пусть будет и булочки, я могу сказать о своих внуках. Если проблема вообще ничего не едет, да я буду счастлив. Если едят какую-нибудь булку с творогом или сыром, это они получат какой источник энергии, чем они будут бегать, искать сладкие батончики и получать только одни пустые углеводы. Поэтому здесь нужно подходить, я обращаюсь к нашим местным предпринимателям. Подумайте о том, что можно совершенно поменять эту ситуацию. Но любая культура питания, она все равно идет из семьи. И даже если родители до сознательного возраста детей не водили в Макдональд, не кормили чипсами, например, как, допустим, я со своей старшей дочерью, она у нас не была в Макдональде лет, наверное, до 9. Но у нас была школа, а в школе было все, что мы сейчас перечислили. Чипсы, батончики. И как только их изъяли из буфета, тут же мы получили рядом киоск, где все это можно купить. Все правильно. Поэтому родители здесь уже никак не могут повлиять. То есть как может быть правильно тогда установить этот режим? То есть какое-то ограничение ввести, запугать может быть. Вы знаете, я вижу только одно решение проблемы. Нужно в эти буфеты, во-первых, чтобы было разнообразие доступно, и были доступны истинно полезные продукты. Да, дети после школы в колонну по 4 переходят через дорогу, идут в Риме Максима и отъедаются этими чипсами. Нужна альтернатива, что предложить. С другой стороны, нужно помнить о том, что не все так просто. Если ребенок плохо ест, ну очень плохо ест, любой родитель будет думать, чем его накормить. Например, есть такое понятие, как функциональная диспепсия. Маленькие дети, 2-3 летний возраст до 10 лет, им болит живот, какие-то проблемы, плохо едят, начинаешь проводить диагностику, болезни нет. Как в таких случаях? Опять нужны специальные продукты, нужно помнить о здоровье. Это не каприз ребенка. Поэтому в таких ситуациях, Дашему, только чтобы поел, вот тебе чипсы, отведи душу, по крайней мере, я пойму, что хоть что-то находится у него в желудке. Поэтому нужно предложение. Вот этого у нас нет. Попробуйте найти в наших супермаркетах йогурты без сахара, но с сахарозаменителями. Есть кисломолочные продукты, все время кислые, ну, можно и так далее. Но когда захочется, как говорится, сладенького, а сахар лучше не есть, я не против сахарозаменителей, кроме сахарина, они все безвредные. Купить нечего, потому что почему-то считают, что это плохо. Но это не так. Поэтому вроде изобилие невероятное, а подойдешь к прилавку, и то, что ты ищешь с точки зрения здорового питания, этого нет. Но вы сказали о том, что, скажем, один раз попробовать картошку фри или там чипсы, идет привыкание, уже хочется их есть всегда. Тогда о какой альтернативе можно говорить? Потому что появляется альтернатива, и она будет не такой вкусной. То есть, видите, если вы дадите ребенку эту картошку фри, там, раз в неделю или когда, не будем драматизировать. Мы не сможем ограничить ребенка от этого всего. Давайте смотреть правде в глаза. И мучить ребенка, и вгонять его в стресс, когда он будет видеть, что его одноклассники хрустят этой картошкой или вредными чипсами, а ему не дают, это все равно, ну, хорошим не кончится. Поэтому к этому нужно относиться, ну, как, например, ну, какие-то нейтрализующие вещи. Ну, вы знаете историю кухонь народов мира, грузин и так далее. Те, кто едят шашлыки жареные, там, канцерогены и так далее, они много зелени поедают, как вот животные жуют, потому что вот эти зеленые растения, листовые овощи, они содержат антидоты, которые гасят, ну, то, что, так сказать, вредное находится в этих делах. Это та же история, что французы едят много сыра и запивают красным вином, и не толстеют. Так что там… Вот и диета нарисовалась, да, прекрасно. А если… Другая крайность, вот у подростков не к всяким сладостям и вкусностям, а наоборот, начинается, особенно у девочек, страх набрать вес, и они, ну, начинают отказываться от еды, и родители бьют тревогу. Как здесь? Можно ли восполнить, ну, чем-то, ну, просто заменить, может быть, для ваших подростков? Да, я вас понимаю. Ну, здесь два подхода. Ну, во-первых, есть ситуации, когда нужно просто несколько, опять разнообразить диету, больше некалорийных овощей можно переключить, но голодать нельзя, желудок должен работать. Любые методы похудения, которые связаны с голоданием, они очень вредны, они ничем не кончаются. Это одна история. С другой стороны, да, есть ситуации, когда нужно бороться с этим инстинктом, и тут нужно, ну, не медикаменты, вот это, здесь есть дорогой разгуляции изготовителем пищевых добавок. В растительном мире очень много всяких веществ, которые имитируют чувство сытости. И, ну, например, такое известное, так, вещество под названием глюкоманан. На нем построено очень много пищевых добавок для подавления аппетита. А глюкоманан – это полимер, который добывают из овоща, он латинское название аморфофаллус конжек, растет во Вьетнаме, в Юго-Восточной Азии. Выделяют вот это вещество, это самый длинный природный полимер, он невероятно набухает. Съев один грамм вот этого порошка в виде таблетки или капсулы. Желудок наполняется этой массой, ты вроде поел, это еще покрывает слизистую. Такие методы, да, они возможны, и в какие-то промежутки времени можно это делать. Раньше, например, в Евросоюзе было запрещено детям давать такие вещи. Теперь законодательство более либеральное, главное, чтобы потом запили воды. То есть нужно исходить из реальной ситуации. Можно дать помочь, например, тому же, особенно подростку, это немаленький ребенок, там двухлетний, который уже понимает, таким образом снизить калорийность пищи. Если калорийность пищи не будет снижаться или за счет ее количества и качества, никогда человек не похудеет. Ну, разумеется, физическая активность, это само собой разумеется. Может быть, вот мы поговорим об инновации, поскольку, ну, действительно, институт называется инновационных биомедицинских технологий. Насколько в Латвии, есть ли у нас своя вот латвийская Nokia, насколько мы можем похвастаться тем, что мы идем вперед с какими-то инновационными? Если говорить объективно, максимально, то, ну, в Латвии про Nokia больше не говорим. Эти разговоры затихли. И самое печальное, что я перед передачей, я вам уже сказал, что я не ориентируюсь в ИТ-технологиях, в которых, может быть, мысельные и так дальше. Но я, по крайней мере, слежу за всякими веществами, технологиями, процессами, которые мы могли, вроде бы, изобрести, это двигало бы экономику. Ну, судя по тому, что Латвия как была, так и остается на последнем или предпоследнем месте в Евросоюзе по инновациям, значит, дела не очень хороши. С другой стороны, приходится слушать на всяких официальных мероприятиях, что предприниматели якобы жалуются на то, что в Латвии нет идей, что можно было реализовать и двигать экономику. Я вижу другую проблему. Например, у нас в институте разработок много, но предприниматели как огня боятся наукоемких процессов и технологий. Если бы я сказал, вот вам хлеб, хлеб с добавкой морковки, тмина, ягод и так далее, это идет на ура, это показывают по телевизору и так дальше. Но если предложить хлеб, который реально снижает холестерин или снижает артериальное давление, мне трудно себе представить, что в Латвии найдется производитель, который рискнет этим заниматься. Почему? Дело в том, что если запускать наукоемкие продукты, они должны быть ориентированы на глобальный рынок. Это экспортируемый продукт, это дополнительная работа. Латвия такая маленькая, рынок очень маленький, поэтому такие вещи продать нельзя. Например, года три назад мои студенты разработали продукт для профилактики кариеса. Ну, дырки в зубах бывают у всех. Ну, откровенно говоря, чистишь зубы, не чистишь, итог будет примерно один. Проблема глобальная. Это может быть шоколадки, это могут быть жевательные резинки, конфетки, но найти того, кто занялся бы производством, мы не можем. Наши крупные производители не хотят заниматься нишевыми продуктами, решение не принимается 3-5 лет. Поэтому единственный выход искать где-то за пределами латы и производителей этих таких вещей. Таких продуктов у нас много, но еще раз, наши предприниматели очень боятся. Это исторически сложилось так, что часто наши ученые не могут популярно объяснить, о чем идет речь, и предприниматель, который не понимает, каким образом он отобьет свои деньги, лучше он не ввязывается во все эти истории. А почему, например, не подключаются не наши предприниматели, а вообще предприниматели во всем мире? Есть же конференции, есть какие-то выставки, где можно презентовать свой продукт. Научные. А сколько мы 18 лет занимаемся этими делами, тут есть свои проблемы. Несомненно, если мы говорим о серьезном бизнесе, нужно танцевать от продукта. Как моя точка зрения, если мы не будем заниматься экспортом и в развитые страны, в Юго-Восточную Азию, наши перспективы как государства весьма такие плачевные. Но чтобы предложить продукт немцам, англичанам и южнокорейцам, продукт должен быть достойный, соответственно, его нужно разработать. Есть еще один маленький момент, это недоверие. То есть мы маленькие, незаметные, поэтому убедить представителей из какой-нибудь развитой страны довольно трудно. Я никогда не забуду историю, которая случилась со мной 10 лет назад. К нам приходили, приходят так называемые рискокапиталофонды, да, те, которые, казалось бы, должны помогать находить финансы для прикладных исследователей. Как раз мы работали с нашим блокбастером свекольным продуктом, и мы искали 10 тысяч евро. Пришел представитель одного рискокапиталофонда, я рассказал, мне попросили описать на одной странице суть, и текст отправили в Англию какому-то эксперту. Через месяц пришел ответ, который я никогда не забуду. Одна страница текста, но заключение было это. А продукт совершенно уникальный, да, который мы теперь производим и зарегистрировали аж в богатых странах Персидского залива. Заключение было такое. Если такого продукта нет в Германии, он не может появиться в Латвии. Это прекрасно. Вот это я буквально процитировал заключение эксперта из Англии. Поэтому, ну для того, чтобы занять место под солнцем, нужны аргументы. Ни в одной стране мира объективно, формально не требуют доказательства эффективности еды, включая пищевые добавки на здоровье. Но если мы хотим завоевать западный рынок, у нас должно быть научное подтверждение эффектов. И вот этим мы берем, и таким образом медленно мы пробиваемся и в Корею, и в Германию, и в Дубай, и так дальше. Вот это путь для нашей промышленности. Вот у нас следующая часть эфира будет посвящена иностранным студентам, в том числе студентам из Индии, вообще гастарбайтерам в Латвии. Вот в вашей сфере много ли иностранных ученых, которые приехали и работают в Латвии? Или может быть наоборот все уезжают, никто не приезжает? Какая у вас сейчас... А зачем иностранным ученым приезжать в крохотную страну с крохотным рынком, и что будет дальше? Если мы собственные разработки, которые я все-таки еще раз хочу сказать, максимально объективно имеют мировой уровень, например, общие результаты опубликованы в научных журналах, то есть мы признаны. Но как территория для реализации своих вот этих индустриальных и бизнес-амбиций здесь не очень работают. Другая история, здесь можно реализовывать, производить какой-то продукт, а потом вывозить в страны, где более высокая заработная плата и так дальше. Приезжать сюда... Да, в Латвии достаточно много условий технических, но этого маловато. Поэтому мне трудно себе представить, что кто-то приедет сюда что-то развивать, реализовывать. Вопрос, а что дальше с этим делать? А вопрос все-таки вот тем, насколько ценится в Латвии вообще интеллектуальная собственность, именно вот разработки, то, что нельзя потрогать руками, а... Это, да, вы затронули огромную и такую очень больную тему. Я все-таки позволю себе сказать, что в Латвии нет традиций использовать интеллектуальную собственность как объект коммерции. Ни лицензии не покупаются, ни патенты. То есть и отношения, соответственно, ну, со стороны всех прочих служб. Маленький пример. С одной стороны, в Латвии, ну, особенно некоторые банки позиционируют себя, как именно их задача финансировать и стимулировать инновации. Вот попробуйте сходить без прессы и тет-а-тет поговорить с банковскими людьми, хотя у вас в папке будет, например, невероятно важная технология, даже оцененная экспертами в Латвии, загрубежными, где написано, сколько миллионов это стоит. Кроме улыбки и смеха со стороны банковских работников это не вызовет, потому что это не воспринимается как материальная ценность. Поэтому мы можем изобретать все, что хотим, но вот как прожить вот этот период? Дело в том, что по мировой статистике время необходимо от начала работы над новым процессом технологий до появления прибыли занимает 10 лет. По латвийским нормативам около 7 лет спрашивается, где взять деньги, чтобы выжить вот этот весь период, поскольку ни один банк это не будет финансировать, поскольку у меня не будет большого дома, что заложить, не будет там всяких прочих вещей. То есть де-факто, это я, кстати, говорил людям, когда к нам приходили чиновники из Минэкономики Минпроса неделю назад, я им буквально все это сказал, что мы можем тут говорить что угодно, но получить финансирование на прикладные разработки, но такого типа напрямую из банка невозможно, если нет залогов и так дальше. Это причина, поэтому, ну банки у нас ничего не финансируют, так недавно было интервью с нашим министром финансов, оказывается, ну и чем они занимаются, я не знаю. Поэтому, если говорить об инновациях, у нас вот эта вся машина не работает, хотя возможности очень много именно в плане еды. Латвия зеленая страна, у нас растут вкусные там фрукты, ягоды и так дальше, но рыть тоже нужно глубже. Времена, когда мы можем опять сделать морковные котлеты с добавлением там чего-то, это хорошо, мы можем радоваться, но это за пределами Латвии никому не нужно. Чтобы получить необычные продукты, нужны необычные технологии. Но тут вот у нас с этим делом обстоит плоховато. У нас есть вот вопрос слушателя в WhatsApp. Недавно узнал, что большинство жителей Нидерландов не едят горячего каждый день. В основном они питаются булками, перекус на ходу. Ведет ли это к печальным последствиям для организма, спрашивает слушатель? Ну видите, Бог создал нас такими приспосабливаемыми ко всему. Поэтому сказать, что если мы не едим горячего и будет плохо, наверное, есть какие-то компенсационные механизмы. Да, человек в процессе эволюции потреблял приготовленную пищу горячую, но это не означает, что это панацея. Вот этот пример с этими французами сырами, жирными и вином, они говорят о том, что всё не так просто. Да, они не едят горячей пищи, но, например, они получают там какие-нибудь биологические активные вещества из какой-то другой пищи, более экзотичной. То есть напрямую это не будет так связано и не приведёт к каким-то печальным последствиям. Насколько у нас люди информированы и насколько имеют представление функционирования человеческого организма, то есть вот для того, чтобы трезво оценивать риски, связанные вот с модными диетами. Вот насколько доверчив наш человек? Если сказать в целом, то несмотря на информационные технологии и всё остальное, то есть общий уровень знания о том, как устроен человек, к сожалению, они падают и этот процесс ускоряется. Более того, теперь, когда доступны все вот эти ресурсы мировые, все считают, что они потребляют научную информацию, а я прочитал в интернете, а в интернете любая бабушка, которая, что ей придёт в голову, может написать, поэтому по большому счёту этот уровень знаний падает и доверие, значит, то есть доверчивые люди всё это читают и в итоге общее представление о том, как работает организм человека, они всё, они как-то ухудшаются, я бы так сказал. Ну что же, я знаю, что ваши продукты можно приобрести на центральном рынке, вот в овощном павильоне есть места, где можно попробовать. Мы в основном, простите, нацелены на экспорт, то есть Западная Европа, Юго-Восточная Азия, в Латвии, да, и у нас есть фирменный магазин, можно, наша домашняя страница и bte.lv, там можно всё посмотреть, но ещё раз говорю, мы двигаемся, наша база – это научные знания, объективная информация о продуктах для того, чтобы помочь людям и улучшить качество жизни, ещё раз я хочу подчеркнуть этот вопрос. Большое спасибо, Дмитрий Бабарыкин, директор Института инновационных биомедицинских технологий, сегодня был у нас в студии.